ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образования. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но, а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Юла, Артур Сардарян. Артур Сардарян, руководитель команды разработки Trust and Safety в Юле, преподаватель в образовательных проектах ВК и просто красавчик. Ну сейчас как фехтование, ждем, пока кто-то первый начнет. Артур, подожди, у меня просто сейчас какой-то диссонанс в голове. В общем, у меня написано, что ты в прошлом разработчик, сейчас ты руководишь разработчиками, но передо мной кажется другой человек. Может, ты не Артур? Хороший вопрос. На самом деле я всю жизнь прожил так, чтобы мне его задали. То есть вся моя жизнь вела меня к этому. И на самом деле это правда интересно. Я технарь по сути своей, я всегда был технарем, но во мне есть еще такая творческая сторона. Я подумал, почему бы не взять это все совместить, потому что, ну, есть какой-то стереотип, что программисты такие, типа, скучные чуваки в худи, такие, типа, толстенькие сидят. Но это вообще не так. И кроме того, что я решил разорвать этот шаблон, я понял, что его очень многие разорвали, когда ты тусишь с айтишниками, ты уже совсем по-другому к ним относишься. Вне айти, да, возможно, ты как-то неправильно о них думаешь, не так. Но когда ты уже войдет тусовки, ты понимаешь, что все они классные ребята. Когда ты знаешь, сколько они зарабатывают, особенно в Калифорнии где-нибудь там. Да нет, на самом деле у нас сейчас на рынке абсолютно такие же конкурентоспособные зарплаты у топов-разработчиков, потому что понимаем, что в любой момент они могут уйти на Запад. Ну, давай так, твою личную автобиографию мы оставим для программы Оксаны Пушкиной, а нам ты попробуешь ответить на вопрос, как войти в айти. Самое большое заблуждение, все думают, что айтишники — это какие-то вундеркинды. Опять же, если мы не говорим о том, что в айти есть другие профессии, мы сейчас говорим именно про программистов. Ну, потому что я сам программист, я преподаю программирование. Это не сверхлюди вундеркинды, которыми рождаются один раз в тысячелетие. Могу рассказать просто историю одного парня, который очень хотел кодить, но он думал, что он уже слишком стар для всего этого. Он учился на четвертом курсе в Паминке. А, ему было 23, он уже думал, что слишком стар для этого. 21. А, 22? Ну да. Ну, короче, четвертый курс, да, там, 21-22, это уже думаешь, что все, пора на пенсию. Он видел, что вокруг все кодят со школы, типа, там, с 15-17 лет, и думал, что, ну, все, эта ветка для него уже закрыта. Но что-то в его голове щелкнуло, он решил попробовать, и он решил попробовать кодить, и уже через месяца-полтора он заработал свои первые деньги в IT как программист. Это, подожди, ты сейчас про себя рассказываешь. Да, как ты понял, как ты понял. Вот все-таки я тебя подловил. Я думал, сейчас будет какая-то история, как там появился Твиттер, я не знаю, там, ну, ладно, смотри. Это другая история, потом расскажи. Тебе лично почему нравится мобильная разработка? Хорошо, расскажу. Немножко экскурс для тех, кто не шарит. Все мобильные приложения — это IT-продукт, который состоит из двух частей — бэкэнд и фронт-энд. Это невидимая часть продукта, это серверная ее часть, там, где хранятся данные, и происходит какая-то суперсложная, может быть, логика. А фронт-энд — это про интерфейс, кнопки, там, экранчики, двигатели, все остальное. Смотри, я из музыки, значит, есть сцена, вот все, что происходит за сценой, это гримерки, там, грузчики и так далее. Вот все эти ребята — это бэкэндеры. Простите. Не стоит их оскорблять, им еще тебя снимать. А, значит, все, что происходит за сценой, бэкстейдж — это бэкэнд, все, что человек видит — экраны, выступления, шоу и так далее, это фронт-эндеры. Да-да-да, вот анимации, там, фейерверки — это все фронт-эндеры, они же и там мобильные разработчики, и веб-разработчики, и все остальное. Ты видишь результат своей работы. Ты можешь ходить в клубе с девочками и показывать свои вот эти вот экраны, говорить, вот я покрасил эту кнопку, она такая, типа, ой, ни слова больше. Еще один вариант, как можно описать работу мобильного разработчика. Я просто вдохновился историями про то, как ребята строят любовь и строят счастье. Так вот, мы строим взаимопонимание пользователей и бэкэндеров, то есть мы та прослойка, которая объединяет пользователей с бэкэндерами. Еду я как-то в лифте на обед из 21-го этажа нашего офиса любимого ВК-шного, и поворачиваюсь, смотрю, что вокруг меня одни бэкэндеры. И я такой, типа, ребят, мне очень страшно с вами ехать. И они такие, почему? И что я сказал? Потому что у вас всегда все падает. Почему нужно становиться мобильным разработчиком? Кроме того, что это, видимо, часть, которую ты можешь показать, один очень хороший ответ — ты можешь сам поднять IT-стартап один. Ну, типа, все представляют себе стартап — это ты идешь к богатым мужикам, показываешь им презентации, слайды, просишь у них кучу денег, чтобы они теперь, там, профинансировали полгода работы, а потом финансирование закончилось, ты, там, не знаю, берешь кредиты и что-то еще. Если ты подумал о том, что было бы неплохо сделать какое-нибудь приложение, ты можешь это сделать сам, если ты мобильный разработчик. Потому что сейчас существует много готовых решений, баз данных или чего-то еще, что заменит бэкэнд разработчика в IT-проекте. Да, это будет, там, не гибко, не масштабируемо, но достаточно для того, чтобы проверить гипотезу, что это нужно. А иногда и даже просто достаточно, чтобы проект существовал. Ну, типа, не все проекты будут многомиллионными, которые должны уметь выдерживать большие нагрузки. Ну, например, когда я учился в университете, у меня был друг, который учился в другом университете, и у него была проблема с расписанием. Ну, он не понимал, где его смотреть, и это было как-то сложно, у него какой-то UX непонятно был. Я подумал, почему бы не сделать мобильное приложение, в котором студенты могли бы его смотреть. В итоге я его сделал и продал университету, в котором учился мой друг. Ну, то есть ты просто живешь, живешь, видишь какой-то процесс, и представляешь в своей голове, как это можно улучшить с помощью IT, делаешь вот это приложение, и оно работает. Артур, а насколько молодые ребята у тебя в команде работают сейчас? Когда я пришел в Юлу, я был самым молодым, но сейчас я постарел. На самом деле возраст, известный мне, 21, наверное. Это самый молодой сотрудник? Да, самый молодой, это мой бывший выпускник. Я преподаю в ВК образовании, курс iOS-разработки. У нас учатся студенты из разных вузов, вот. И каждый семестр я... Ты приезжаешь на мотоцикле? Да, приезжаю в таком на Харле, и типа, ну что, кто на Собес? Вот, и каждый семестр я выбираю себе стажеров, которых возьму к себе на работу. Так, у нас в Юле сейчас человек, наверное, 5-6, это бывшие студенты вот этого курса iOS-разработки в ВК образовании. И они приходят стажерами и очень быстро растут. Ты можешь за полгода вырасти до младшего разработчика, а потом, не знаю, там, через какое-то время вообще станешь тимлидом, будешь подсиживать своего руководителя, как произошло со мной, мои студенты меня же подсиживают. Одним словом, кто хочет к Артуру в команду, снова находите на экране ссылку или под этим видео, и там вас ждет Юла, вас ждет история Артура, ну и самое главное, очень крутой карьерный рост. Давай все-таки про Юлу. Чем вообще сейчас на Юле выгодно торговать? Ну, давай предположим, у нас сейчас заканчивается год БК, так? Так. И начинается год тигра. Блин, животными, конечно, я не уверен, что это легально. Нет, подожди, животными можно, но, я думаю, не такими экзотическими. Да, но тут речь не про животных. Кажется, что сейчас будет модно покупать тигровые шубы, и при этом люди продают бычьи шубы. То есть ты можешь купить очень много бычьих шуб, и через 11 лет, когда снова будет наступать год БК, ты продашь их в 10 раз дороже, и станешь ярдером тебе не придется продавать губные помады в прямом эфире, чтобы заработать миллиард долларов. Блин, ты знаешь, неизвестно, что хуже, потому что если хотя бы губные помады гарантированно принесут деньги, то тренд на искусственный мех, мне кажется, все-таки сделает так, что бычьи шкуры, а уж тигровые вдвойне, как бы, ну, мало того, что можно... Ну, это же могут быть эко-шубы. Вот, а это уже, эко-шуба, это уже наша тема. У меня, кстати, косоха тоже эко. Артур, а что вообще за этот год на платформе произошло интересного, чем, может, вы особо гордитесь, запилили? Ой, с удовольствием расскажу, чем мы особо гордимся. В этом году в Юле запустили такую фичу, как верификация пользователей по лицу. То есть ты можешь подтвердить свой профиль на Юле, показав свое лицо. Это нужно для того, чтобы повысить доверие между пользователями и снизить количество мошенничества на нашей платформе. Моя команда приложила к этому не то что руку, а вот просто вот все дело вот так, это делала моя команда. И я тогда еще был разработчиком. То есть я успел и покодить, и поруководить, когда делалась эта фича. И это круто, мы этим гордимся. Про это даже показывали по телевизору, были какие-то статьи, выпуски большие, и прям было круто. Вам идея на следующий год, оплату по лицу. То есть я просто в камеру улыбаюсь и произвожу, например, оплату за того. Неплохо, но, к сожалению, это уже придумали для тебя в Apple Pay. Тогда, если моя идея не подходит, какие у вас есть идеи на следующий год? О чем вы можете, конечно, рассказать? Наверное, для многих уже не секрет, что Юла интегрируется с ВК, и теперь на просторах ВК можно найти объявления из Юлы, и также объявления, которые были размещены из ВК, тоже будут на Юле. И мы будем улучшать всю эту инеграцию с ВК, и Юла и ВК будут такие типа идти под ручку. Артур, давай, коротко и ясно. Три пункта, почему, как, точнее, нужно войти в IT? Записывай. Давай. Если хочешь максимально быстро получить результат. Первое. Записываешься на какие-нибудь онлайн-курсы, платные и бесплатные. Желательно к тебе, я это уже понял. Второе. Второе. Делаешь какой-нибудь pet project. Не знаю, ты любишь играть, сделай какой-нибудь эрохоккей, или что-нибудь еще. Что угодно, что будет прикольно, но у тебя будет это в портфолио. И третье. Желательно иметь какой-то опыт коммерческой разработки, но это опционально. Пойди стажером в какую-то компанию. Да, но я больше имел в виду фриланс проекты, и ты увидел, как в компании друга твоего отца что-то не так. Ты пошел, предложил, как улучшить процесс, сделал приложение, они им пользуются, заплатили тебе денег, ты можешь пойти на собеседование в ВК и хвастаться этим опытом. Супер. Все, тогда, Артур, надеюсь, у тебя в следующем году прибавится еще и студентов и классных разработчиков. Спасибо. Спасибо тебе. Пока. С наступающей. С наступающей. С наступающей. Продолжение следует...